В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Во дворце спорта Видное прошла областная акция День донора. Эти люди пришли сегодня и думаю, что они будут приходить и станут может быть и лидерами донорского движения в городе Видно. Победителем регионального конкурса лучший врач Московской области стал кардиолог Видновской районной клинической больницы Игорь Голос. Для меня это оценка качества и эффективности работы всего нашего кардиологического отделения. Во дворце культуры города Видное начала свою работу цирковая студия под названием «Белый рыжий». Я хорошо делаю шапогат, колесо и двойной кувырок. В Видновском дворце спорта прошла областная акция День донора. Сделать доброе дело и пополнить запасы Московского регионального центра крови решили сотрудники ГИБДД, спортсмены, а также просто неравнодушные жители Ленинского городского округа. С самого начала пандемии из-за антиковидных мер российский Красный Крест не проводил в Ленинском городском округе Дней донора. Но потребность в крови и ее компонентах никуда не исчезла. Как раз наоборот. Это очень нужное дело, потому что сейчас такое положение дело в связи с пандемией, с тем, что в лечении применяют лекарственные средства кроворазжижающие, поэтому крови на порядок больше нужно. За это время контакты с постоянными донорами были частично потеряны, поэтому сейчас как никогда важен каждый доброволец. Во дворец спортовидное для участия в акции изначально записали 65 человек, но прийти смогли лишь 30. Эти люди пришли сегодня и думаю, что они будут приходить и станут, может быть, лидерами донорского движения в городе Вином. Это сотрудники ГИБДД, сотрудники самого вот этого центра спорта, 20 спорта. Это тоже очень важно. И пришли очень знаковые люди, спортсмены. Каждый донор в этот день сдал по пол-литра крови. Ежегодно принимаем участие в данном мероприятии. Считаю необходимым, неотъемлемым участием, в первую очередь, помощь людям. Ну и, соответственно, гражданская позиция каждого должна быть таковой. Приняла участие в акции главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова. Я не первый раз участвую в Дне донора. И пригласили, как отказаться. Действительно, это очень важно, особенно в наше время пандемийное, когда кровь нужна здоровым людям. И людям, которые болеют, им тоже нужна кровь. Был замечен среди добровольцев и депутат Совета депутатов Гаджимурад Гаджимурадов. Бывает ситуация в жизни, когда это последний шанс. Поэтому, если есть возможность, надо всегда давать и помогать. Все доноры после оформления необходимых документов проходили осмотр врачей и сдавали кровь для определения группы и уровня гемоглобина. Ведь слишком низкий или, наоборот, слишком высокий показатель последнего может быть противопоказанием к донорству. Женщина может прийти сдавать кровь, если у нее гемоглобин выше 120 и не выше 165 в этом промежутке. Выше 165, там уже сгущение. Мужчина от 130 до 175. Такой уровень гемоглобина. Определен нормами не здраво. Собранная кровь затем отправится в контейнерах в Московский областной центр крови, где ее исследуют на инфекции. Определят фенотипы и разделят на различные компоненты – плазму, эритроциты и тромбоциты. Следующий день донора в Ленинском городском округе планируется организовать здесь же, во Дворце спорта, 25 марта. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно ТВ. В деревне Дедылдина сотрудники МЧС провели профилактическую беседу с местными жителями. 12 января в этом населенном пункте сгорел жилой дом. В результате пожара погибла женщина. На встрече инспекторы напомнили о правилах безопасности при использовании электронагревательных приборов и газового оборудования. В ходе беседы с жителями деревни Дедылдина сотрудники МЧС разъяснили собравшимся обстоятельства произошедшего пожара в доме номер 51. При бытии пожарных подразделений происходило горение дома по всей площади. В результате тушения пожара на месте пожара был обнаружен труп женщины. Как далее выяснилось, временно проживающая в деревне Дедылдина 1960 года рождения. Причина пожара в настоящий момент устанавливается, но наиболее вероятная – это аварийный режим работы электрообогревателей, которые использовались для отопления помещений. В ходе расследования пожара установлено, что дом 1950 года постройки, дом старый, и практически под жилье не использовался. Но данная вот именно часть дома использовалась для временного проживания. Соответственно, наиболее вероятно, что и электрооборудование было с изношенным сроком эксплуатации, поэтому, что и привело к причине пожара. Любовь Викторовна Семеошкина проживает в деревне Дедылдина с 1956 года. Рассказывает, в их населенном пункте пожары не редкость. Лет 20-25 назад вообще очень часто были пожары. А сейчас, в последнее время, напротив дом сгорел три года назад. И так бывают вспышки, но я не скажу, что очень часто. В деревне очень часто отключают электричество, и жители обеспокоены тем, что скачки напряжения могут привести к возгоранию. Были у нас пожары, были и люди погибали. В основном это старые дома, новые, более современная проводка, современное оборудование. А старые дома, там люди обычно приходят как на дачу, пользуются обогревателями, удлинителями. Это ведет иногда к пожару. На встрече сотрудники МЧС рассказали о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании печей, каминов, электронагревательных приборов, газового оборудования и порядок действий в случае возникновения пожара. Людям хорошо пообщаться, увидеть начальников и надзорные органы и участков в лицо, познакомиться, но и донести все-таки важные информации, доноситься. Все-таки, наверное, в голове у каждого какой-то осадок, наверное, что-то остается. Также инспекторы напомнили о необходимости оборудовать жилые помещения автономным дымовым пожарным извещателем для раннего обнаружения признаков возгорания. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Елена Кошелева, Видное ТВ. Действия сотрудников ЗАО совхоз имени Ленина чуть не обернулись экологической катастрофой. Избыток воды в одном из прудов они слили прямо в Видновскую лесополосу. Из-за этого была частично разрушена и новая лыжная трасса, построенная здесь в прошлом году. В ситуации разбирался Максим Козлов. В социальных сетях Ленинского городского округа появилось видео, на которых видно, как потоки воды размывают снег и землю в Видновской лесополосе. Как выяснилось позже, съемку сделали неравнодушные граждане, которые сообщили о случившемся. По информации диспетчерских служб, по информации полиции, сотрудники ЗАО совхоз имени Ленина, дабы не переполнялись пруды, и начали спускать воду через шланги, скажем так. Спускать они начали не на свою территорию, не на свои поля ЗАО, а затронули муниципальную землю. Подобный сброс воды прямо запрещен законом. Он наносит вред экологии, размывая почву и обнажая корни деревьев. Кроме этого, была частично разрушена лыжная трасса, которую совсем недавно возвели в Видновской лесополосе. Специалисты уверены, подобные сбросы воды происходят здесь постоянно. Я думаю, что совхоз сливал эту воду каждый год, постоянно. И они, может быть, не знали, что там теперь лыжная трасса, что там благоустройство сделано, там освещение. И они по привычке сливают эту воду. Потому что если мы с вами пройдем по этому каньону, по этой низине, мы поймем, мы увидим, что там подмывается постоянно. Там падают деревья, там постоянно корневая система деревьев подмывается. В этот раз действительно нашла коса на камень. То, что раньше проходило незаметно для граждан и властей, теперь вышло наружу. Лыжная трасса мгновенно стала популярной у местных жителей. Они и обнаружили непорядок. К рассмотрению инцидента подключились и администрация муниципалитета, и депутатский корпус. Мы написали в ряд инстанций, в природоохранную прокуратуру, в админадзор, в министерство экологии, несколько депутатских запросов. Сейчас ждем ответов из этих инстанций. Ситуация не уйдет. Дальше мы будем контролировать, посмотрим, будет поводок, когда будет очевиден объем, если он будет, конечно, нарушений и повреждений. Тогда мы его оценим и предъявим господину Грудинину счет. Потому что иначе это будет районный бюджет. Действительно, есть вопросы и к бывшему директору ЗАУ совхоз имени Ленина Павлу Грудинину, который пока формально исполняет обязанности руководителя предприятия. Тем более, что уже в нынешнем году этот сброс воды не единичный. Сейчас 14-го числа опять повторился слив воды, уже в меньшем количестве. То есть они уже открывают кран не на полную. То есть потихонечку мы это опять зафиксировали, опять в Гослесфонд написали и, соответственно, ждем опять каких-то обратной связи от собственников данной земли. А привыкли, что там нет людей. И поэтому можно делать все, что угодно. Я думаю, что Павел Николаевич, в большом счете, делал все то же самое. Раз там ничего нет, то можно нарушать. В настоящий момент трасса восстановлена, а оценка ущерба для природы будет производиться, когда сойдет снег. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Подмосковье резко увеличилось число заболевших COVID-19. Вирус поражает не только дыхательную систему и легкие. За время пандемии, доказано, страдает и сердечно-сосудистая система. Как обезопасить себя от печальных последствий инфекции, нашему корреспонденту рассказал врач-кардиолог Видновской районной клинической больницы, который стал победителем регионального конкурса «Лучший врач Московской области» Игорь Голос. Подробнее в репортаже Юлия Погасьян. Коронавирус разрушает оболочки сосудов сердца. Такой вывод врачи сделали в ходе течения пандемии COVID-19. Гипоксия, нарушение водно-солевого обмена и системное воспаление у 70% пациентов вызывают нарушения в работе сердца. Часто встречаются разные нарушения ритма от безобидных экстрасистил до мерцательной аритмии, тяжелых, жизнеопасных, потенциально опасных желудочковых нарушений ритма. Встречаем перикардиты, воспаление сердечной оболочки, миокардиты, воспаление сердечной мышцы. Достаточно нередко встречаются артериальные и венозные тромбозы. А это может привести к мозговому инсульту, инфаркту, тромбоэмболии. Причем осложнения встречаются даже у тех пациентов, которые до этого никогда не страдали какими-либо проблемами с сердцем. И несмотря на то, что с 2019 года Видновская районная клиническая больница работает как ковидный стационар, профильность кардиологического отделения сохранилась. В хирургии лежат больные с ковидом и хирургической патологией преимущественно, в травматологии седьмая инфекция, ковид, травма, в кардиологии больные с патологией сердечно-сосудистой системы и коронавирусная инфекция. Поэтому свою основную работу мы, конечно, не забыли. Каждодневно я тоже с ней сталкиваемся и делаем ее. Здесь трудятся специалисты высокого класса. И это доказал врач-кардиолог Игорь Голос, который работает в РКБ более 20 лет. В этом году он принял участие в подмосковном конкурсе лучший врач Московской области и взял первое место в сфере кардиологии. Для меня это оценка качества и эффективности работы всего нашего кардиологического отделения Винновской районной больницы. У нас дружный, профессиональный, интернациональный коллектив. И спасибо заведующему и руководству больницы, что именно меня выдвинули на участие в этом конкурсе. И конкурсной комиссии, и Министерство здравоохранения, не области, что высоко оценили нашу работу. Игорь Голос напоминает, предотвратить печальные последствия перенесенного заболевания коронавируса можно, если вовремя сделать прививку, которая, по его мнению, не является противопоказанием в случае имеющихся проблем с сердцем, а совсем наоборот. Юлия Погасьян, Татьяна Врылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Во Дворце культуры города Видное начала свою работу цирковая студия под названием «Белый Рыжий». На занятиях дети знакомятся с различными жанрами этого вида искусства и могут попробовать свои силы в акробатике, эквилибристике, жонглировании или клоунаде. Детский образцовый цирковой коллектив «Белый Рыжий» более 20 лет существует в Домодедове. А с октября прошлого года филиал студии открылся на базе Дворца культуры города Видное. Сейчас занятия посещают уже порядка 10 детей. В них есть огромный потенциал, у них есть желание заниматься, все у них получится, и я уверен, что скоро мы порадуем именно с этими детьми своими выступлениями виднорчан. Руководитель студии Иван Боков сам почти 20 лет выступал на арене цирка. В 2003 году решил передавать свой опыт подрастающему поколению. Цирк, понимаете, он не для всех подходит, и каждый пробует себя. Если ему подходит атмосфера, если ему подходят те нагрузки, которые мы даем, если он себя в этом видит, то у ребенка все получится. После основной разминки ребята распределяются по жанрам и тренируются, а преподаватель помогает в выполнении упражнений. Многие участники студии уже определились, в каком виде циркового искусства им интереснее работать. У меня получается мостик уже, сынок. Еще у меня получаются колеса. Мне очень нравится в цирковой школе. Я хорошо делаю шапогат, колесо и двойной кувырок. А ты до этого занималась каким-то видом спорта? Занималась гимнастикой. Я на прошлом уроке училась только как-то крутить обруч, но вот сегодня я почти уже научилась. Осталось только самый сложный элемент сделать. Какой? Ну, где вот тут крутишь, это обруч, а потом как-то на какой-то момент хватит, и вот так, а потом вот так. Ваня Алексик посещает занятия вместе с младшим братом Егором. Ребята хотят научиться жонглировать. Мне захотелось научиться жонглировать и стоять на цилиндрах и делать еще что-нибудь интересное. Это даже то, о чем я еще не знаю. Привлекает детей и необычное название студии. Раньше было всего два клоуна. Белый и рыжий. Белый – это резонер. Это клоун, который находится в депрессии, у которого проблемы. И выходит рыжий, яркий, солнечный хулиган, который над ним издевается. Просто мне понравилась реклама, ну, афиша. И мне захотелось сильно. Просто я ходила на танцы, и там было очень скучно. И это... Я подумала, что тут очень интересно, и так и оказалось. Напоминаем, что набор детей в цирковую студию продолжается. Занятия проходят два раза в неделю по вторникам и пятницам в Большом зале Дворца культуры. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин